Друзья, всем привет! На связи Джош. Сегодня мы будем делать бескамерку. Нормально, без танцев с бубнами, все как положено, все бескамерное, все отлично, все на месте. Сейчас покажу в двух словах, что нам понадобится и поехали. Времени мне в обрез, я покажу, что это очень быстро делается и очень легко, но халтурить я тоже не буду, буду делать все качественно и объяснять, как это делается хорошо. У нас есть две покрышечки бескамерных складных, это на переднее колесо Maxxis Ardent 27х2,25 и на заднее колесо Maxxis Icon 27,5х2,2. Это мы продолжаем усовершенствовать наш велосипед Мангус Вадима Самосюка. Стояли стоковые покрышечки VTB Ranger 27,5х2,25. Опять протектор мне нравится, такой прикольный, достаточно накатистая средняя полосочка. Протектор я поставил, но так как она со стальным хордом, покрышка, я не рискну ее ставить бескамерно. Скорее всего получится, конечно, но мы решили уже по ферме подойти и поставить классный покрыль, и будет у нас все офигенно. Вес этой VTB-шки, так, на скидку я взвесил где-то 800 грамм. Вот у нас есть весы кухонные, мы будем на них взвешивать наши новые покрышки. То есть, и в конце я подведу итоги, это, конечно, не точно, но подведу итоги, сколько мы скинули вес велосипеда в целом с нашими классными новыми покрышечками. Теперь показываю, что нам понадобится. Покрышки, весы, ниппеля, ободная лента, санрингл и ниппеля и лента. Конечно же, мой любимый герметик слайм. Это офигенный проверенный герметик на водной основе, если надо поменять. Всегда можно смыть легко водой, латать до 6 мм, проверено, все классно, вопросов нет. Отверстия под ниппель в ленте проделывать паяльником, чтобы не пошли никакие трещины, ни ножиком, чтобы не расползлась лента. Аккуратненько пропаиваю паяльничком. Наше колесо, сейчас к нему вернемся. Обезжириватель, не фраз, но это аналог бензина калоши. Обезжирить обод, также тряпочка и перчатки, чисто для обезжиривателя. Потом они нам не понадобятся. Слайм легко смывается с рук велосипеда. Как мы видим, у нас обода не тюблес ради, но тюблес совместимая система написана. Поэтому все хорошо. Сейчас покажу. Вот, флиппер неплохой, проще, но наклеен как попало, криво. Это очень часто так бывает, какой-то вот малярным скотчем он тут заклеенный. Короче, флиппер в упаклеенный не очень. Так, в целом, обод хороший. Вот, повторюсь, я на предыдущих видео показывал, но повторюсь, что значит бескамерный обод. Это когда у нас есть зацепик здесь, чтобы покрышка внутрь не соскакивала, бортик такой. И подцепик наверх, на краюшку. Замочек такой. То есть вверх, внутрь и вверх должны быть зацепы на ободе, чтобы покрышка в этом замке сидела плотненько. Вот и все требования к бескамерному ободу. Потому что я делал видео и говорил, что делаю бескамерку на обычный обод. Но меня потом правильно поправили в комментариях, что тот обод тоже совместен с бескамеркой. Есть обода без этих замочков, также на них ставят бескамерку, но уже на свой страх и риск. Там смотрят, держат, не держат, подкладывают подкладки, чтобы он там плотнее приседал. И в нашем случае все по ферме, все совместимо, все идеально. Также я силикончиком обработаю резину. Кто и знает, сколько она лежала в магазине. Очень дешево досталось в велостудии, распродажа была. Поэтому может есть вероятность, что резина лежит там годик-два. Поэтому, чтобы она не пересыхала, я предпочитаю его силиконом пропитывать. Хотя бы раз в году, раз в полгода. Ну, то есть не часто, но иногда, особенно летом, в солнечную погоду, пусть лучше это будет. Также я всегда собираю обычным наручным насосом бескамерку. Но когда не получается, рекомендуют борта обода и борта покрышки пройти таким скользким мыльным раствором. Тогда мой друг Димон делал, и тогда говорит, что защелкнулась прямо на уровне. Очень быстро и легко. А без мыла у него не получалось. Я попробую и так, и так. Снимать, наверное, это не буду. И просто в итоге я вам скажу, сколько у меня потратилось на все время, сколько я сэкономил веса. И получилось у меня с мылом или без. Скажу уже по итогу. Друзья, работайте в перчатках, уберегите свою кожу. Я сам иногда забиваю на них. Но, что касается работы с расстроителями, сейчас нам надо вычистить вот эти остатки клея. Хорошо обезжирит робот перед наклеиванием нашей новой классной ленты. Поэтому лучше это делать перчаткам. Так, интересно, как он у нас тут смоется, не смоется этот слой. Клея, что-то не сильно он хочет смываться. Придется помочиться немножко. Так, ребята, небольшой лайфхак. Кухонной мочалочкой, чтобы тряпочка на него сильно долго снимает. А вот расстроитель с кухонной губочкой снимает этот клей значительно быстрее. Так, очистил колесико, капец. 30 минут это все заняло. Ну, главное, что получилось все хорошо очень. Насчет ленты пару слов, кто не знает. Ленту надо брать шире, чем внутренняя вот эта часть обода. То есть, вот это расстояние у меня 25 мм обод, внутренняя сторона. Ленту я взял 27 мм шире. То есть, на 2-3 мм лента должна быть шире, чем внутренняя ширина обода. Потому что обод имеет изгиб, и как раз эти 2 мм туда и уйдут. Так, находим место нашего золотника, отверстие. Отступаем от золотника 5-7 мм. И начинаем приклеивать ленту. Ленту клеят с достаточно сильным натягом, чтобы она хорошо натянулась и заняла все пространство обода. Если вдруг приклеили криво, ничего страшного, можно назад немножко оторвать, поднатянуть. И приклеить. Вот, идеально клеится, когда правильная лента, правильный размер подобранный. То есть, достаточно сильно натягиваете и клеите. Доходим до первого нашего стыка, делаем нахлёст 5-7 мм. Ну, все, достаточно. То есть, у меня получилось... От ниппеля, то есть, вот мой ниппель. И от него, ну, где-то по 7 см в каждую сторону нахлёст. Вот дальше берем паяльник и пропаливаем наши отверстия. Пока паяльник чехлеится, мы займёмся покрышкой. Это у нас переднее колесо. Берём сюда Marsis Ardent. Сейчас развесим без упаковки, узнаем, сколько он весит. Упаковка достаточно много. То есть, вперёд более злую резину, чтобы она держала хорошо в поворотах. Итак, сколько же ты весишь, дорогая? 774 грамма. Нормальный вес для такой крепкой покрышки. С защитой от проколов. Вот, нахожу с внутренней стороны отверстия и пропаливаю его паяльником. Ну, вот, я такую дырочку сделал. Теперь с этой стороны немножко её подровняю. Она идеально круглая. Дальше мы просто вставим туда ниппель. Берём наш ниппель, снимаем пластиковый колпачок. Снимаем прижимную гайку с резиночкой. Резиновое колечко должно быть снаружи, кто не знает. Некоторые спрашивают, с какой стороны оно должно быть. Оно вот как раз здесь в гайке прижимной. Есть такое отверстие, и оно туда вкладывается. Прижимается к ободу. Так, вот мы просто вставляем ниппель плотненько до конца. Надеваем резиновое колечко и прижимаем гаечкой. Хорошо поджимаем пальцем и дотягиваю уже от руки гайку. Всё, вот затянул. И даже сильно не надо тянуть, потому что тут начинает резинка с этой стороны деформироваться сильно. То есть достаточно от руки просто затянуть немножко и всё. Далее находим стрелку направления движения на нашей покрышке и устанавливаем её на обод. Должно быть написано Rotation. Обычно белые надписи модели Ardent. Это у нас со стороны звезд, со стороны системы. Да, и вот Rotation по часовой стрелке. Также рекомендуется надпись от Ardent делать напротив ниппеля. Ну и всё, далее защёлкаю на обод и будем пробовать накачивать. Итак, вес второй покрышечки Maxis Icon 27,5х2,2, 547 грамм. Отличный вес для задней покрышки. Итак, друзья, поставил я покрышки. Честно скажу, не сам пошёл, психанул на шиномонтаж. У меня тут есть рядом. И быстренько поставил. Но учтите, что когда вы идёте на шиномонтаж, вам нужен вот такой вот переходник на шредер. Он накручивается на прессу, потому что у них все насадки на компрессорах под вот этот вот тип вентиля под шредер. То есть желательно иметь. Ну, возможно, они зажмут пресс, но лучше вам иметь такой. Конечно, я бы поставил и сам это всё, но помучался бы долго. Уже ставил не одни колёса, но решил сэкономить время и сходить. Мы сейчас выкручиваем сердечник, колесо спустит и будем наливать герметик и накачивать заново. И всё. Вот так. Итак, на герметике я сделал меточки примерно по 120 мл. Будем заливать наши колёса. Здесь вот такой вот носик, очень узкий на слайме. Я его немножко обрезаю, чтобы было чуть шире отверстие. Ну, вот как-то так. Что иначе он сам себя герметизирует и забивается. А чтобы надеть трубку, этого более чем достаточно, можно даже ещё обрезать. Видите, да? Даже ещё чуть обрежу. Вот тут есть такая рисочка. Почти под неё можно обрезать. Тогда он будет легче заливаться. На баллоне у нас такая вот мембрана, которая тяжело снимается, но отковырнуть можно. Здесь на трубочке такая вот резиночка. Она просто накручивается на резьбу так. Нарезается новая резьба, скажем так, ну и всё, плотненько сидит. На всякий случай герметик, конечно же, сболтать надо, потому что там есть вот такие гранулы, которые закупорим, чтобы они нигде там не осели. Ну, всё, начинаем заливать. Главное, не провтыкать наши метки, не спешите. Залили чуть-чуть, сняли. И на свет, посмотрели на эти метки, на свет, убедились, что ещё лить и лить. И заливаем дальше. Не спеша, лучше несколько раз проверить. Ещё совсем чуть-чуть, самую малость. И всё. Всё, 120 мл есть. Дальше. Даем немножко стечь с нашей трубочки. Снимаем её, накручиваем наш сердечник от руки, потом совсем чуть-чуть поджимаем ключиком. Сильно не надо, потому что начинает прокручиваться сам гиппельц в целом. И начинаем накачивать колесо. Колеса, в принципе, нормально накачиваются, но вот заднее колесо с покрышкаиком немножко сифонит. Вот сейчас покажу на дешёв робот, да, вот немножко оно подсекает. Но он загерметизируется, конечно, никуда не денется, но сам факт. А переднее колесо R-Dent накачалось, без проблем, ничего не сифонит. Не знаю, в чём прикол. Но ничего, всё равно это один раз помучался, и потом ездишь. Ничего потом не прорвёт, не спустит, не переживает. Первый день-два может подспускать, потом всё загерметизируется, и всё. Ну всё, друзья, колёса готовы. Если будут какие-то вопросы, пишите в комментариях, отвечу. Как бы ничего сложного, но такие нюансы могут возникать. Колёсики огонь, считаю, что топовые контрильные покрышки. Затайка, вперёд, R-Dent. Всё, всем пока, спасибо за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки, пока. Так, друзья, забыл совсем ввести итоги по весу. Вот я на листике написал, покрышки VTB плюс камеры примерно около 2 кг было. Новые покрышки плюс слайм где-то чуть больше, чем 1,5 кг. То есть мы облегчили вилл на 440 кг. Но это точно, я думаю, что, скорее всего, больше. То есть до полукилограмма веса мы убрали с колёс. Это очень даже неплохой результат. Всё, всем удачи и пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова